Сера, глава 29. Да коли не получит, он будет целовать руку его и из-за денег ближнего смирит голос, а в срок отдачи он будет протягивать время и будет отвечать уныло и жаловаться на время. Если он будет в состоянии, то едва половину принесет, и это вменит ему в находку. А если будет не в состоянии, то заимодавец лишился своих денег и без причины приобрел себе врага в нем. Он воздаст ему проклятием и бранию, и вместо почтения воздаст бесчестием. Многие по причине такого лукавства уклоняются от ссуды, опасаясь напрасно потерпеть утрату. Но к бедному ты будь снисходителен, и милостыню ему немедли. Ради заповеди помоги бедному, и в нужде его не отпускай его ни с чем. Трать серебро для брата и друга, и не давай ему заржаветь под камнем на погибель. Располагай сокровищем твоим по заповедям Всевышнего, и оно принесет тебе более пользы, нежели золото. Заключи в кладовых твоих милостыню, и она избавит тебя от всякого несчастья. Лучше крепкого щита и твердого копья она защитит тебя против врага. Добрый человек поручится за ближнего, а потерявший стыд оставит его. Не забывай о благодеянии поручителя, ибо он дал душу свою за тебя. Грешник расстроит состояние поручителя, и неблагодарный в душе оставит своего избавителя. Поручительство привело в разорение многих достаточных людей, и пошатнуло их, как волна морская. Мужей могущественных изгнало из домов, и они блуждали между чужими народами. Грешник, принимающий на себя поручительство, ищущий корысти, впадет в тяжбу. Помогай ближнему по силе твоей, и берегись, чтобы тебе не впасть в то же. Главная потребность для жизни – вода и хлеб, и одежда, и дом, прикрывающий наготу. Лучшая жизнь бедного под дощатым кровом, нежели роскошное пиршество в чужих домах. Будь доволен малым, как и многим. Худая жизнь скитаться из дома в дом, и где водворишься, не посмеешь и рта открыть. Будешь подавать пищу и питье без благодарности, да и сверх того еще услышишь горькое. Пойди сюда, пришлец, приготовь стол. Если есть что у тебя, накорми меня. Удались, пришлец, ради почетного лица. Брат пришел ко мне в гости, дом нужен. Тяжел для человека с чувством упрек за приют в доме и порицание за одолжение.